Продолжение следует... 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 Они могли быть связаны как с лучевой терапией, так и, собственно, с теми симптомами заболевания, которые есть у пациентов с пускоклеточным раком органов головы и шеи. А иммуноопосредованные нежелательные явления, кстати, были выражены минимально из-за малого количества групп, составляли 20%, но, тем не менее, они не составляли никакого риска для пациентов. Еще одно интересное исследование, которое было представлено НАСКО 2020 года, это исследование, которое представила FDA американская, и они оценили на огромном количестве пациентов, практически 31 тысячи человек, влияние лучевой терапии на риск побочных эффектов у тех пациентов, которые получают лучевую терапию. Все это пациенты были с разными нозологическими формами, и этот огромный анализ привел к следующим результатам, достаточно обнадеживающим возможности безопасного использования данной комбинации у разных когорт пациентов. Частота развития нежелательных явлений была абсолютно сопоставима в обеих группах. У тех пациентов, которые получали лучевую терапию с иммунотерапией, у тех пациентов, которые получали только иммунотерапию. Наиболее частыми нежелательными явлениями лучевой терапии была стандартная гематологическая токсичность, слабость и пневмонит, который несколько перекликается с иммуноопосредованными нежелательными явлениями, хотя наиболее часто регистрировалась эндокринопатия. И, безусловно, слабость диареи и эндокринопатии регистрировались в обеих группах в данном большом исследовании одинаково часто. Достаточно интересные данные, что позволяет нам задумываться о том, что такая комбинация будет крайне эффективна, например, у больных определенных стадий раком легкого или плоскоклеточным раком головы и шеи или анального канала. Интереснейшее исследование, на мой взгляд, которое также говорит нам о том, что, возможно, мы сможем безопасно использовать у пациентов с дифференцированным раком щитовидной железы комбинацию радио-йод-терапии с анти-PD-1, с анти-PD-L1 препаратами. Хотя, как мы знаем прекрасно, на сегодняшний момент иммунотерапия для дифференцированного рака щитовидной железы, особенно, который не прошел радио-йод-терапию, не зарегистрирована и, в принципе, даже не исследуется на широкой когорте пациентов. Исследование небольшое, но, тем не менее, если мы посмотрим, профиль безопасности в основном был связан, безусловно, с иммуно-онкологическими препаратами. Все нежелательные явления были контролируемы, а некоторые нежелательные явления имели пересекаемый профиль токсичности, такие, например, как гастроэзофагиальный рефлюкс, тошнота и потеря веса. Таким образом, лучевую терапию, наверное, стоит безопасно использовать с ингибиторами контрольных точек иммунного ответа, но, тем не менее, наверное, нам нужны более широкие исследования на конкретную нозологию для того, чтобы однозначно говорить о том, что мы это можем делать, потому что все исследования небольшие. Что мы можем знать в отношении комбинации ингибиторов контрольных точек с химиотерапией этих исследований? Сейчас представлено достаточно много, не могу не сказать об исследовании Кинот 048, где в одной из когорт рассматривалось пембролизумаб в сочетании с платино-содержащей химиотерапией в сравнении со стандартным режимом экстрима пациентов первой линии плоскоклеточного рака головы и шеи. Посмотрите, пожалуйста, на профиль нежелательных явлений, которые регистрировались с частотой более 15% у всех популяций пациентов. Мы не видим разницы в частоте встречаемости нежелательных явлений в группе, которая получала стандартную химиотерапию и в той группе, в которой химиотерапии был добавлен не таргетный ингибитор рецепторов эпидермального фактора роста, а иммуно-онкологический препарат. Это позволяет нам задумываться о том, что иммуно-онкологические препараты также значимо не ухудшают профиль токсичности химиотерапевтических схем лечения. Если мы посмотрим на степень токсичности, относящуюся к третьей и пятой группе, то здесь даже в группе с пембролизумабом частота встречаемости таких нежелательных явлений была меньше. Безусловно, иммуно-опосредованные реакции были зарегистрированы только в группе, получающей ингибиторы контрольных точек, но инфузионные реакции могут встречаться практически при любом режиме химиотерапии. Огромное количество исследований касаемо лечения рака легких разных стадий также представляет из себя комбинацию различных ингибиторов контрольных точек иммунного ответа с различными режимами химиотерапии. И в этих исследованиях также достоверно показано, что профиль токсичности абсолютно не ухудшается, вне зависимости от того, делаем мы, добавляем ли мы к платиносодержащей химиотерапии, в данном случае, например, пембролизумаб, или мы используем плацебо. Это также обнадеживает на то, что профиль токсичности не ухудшается. Да, он, безусловно, изменяется за счет того, что мы получаем новый спектр иммуноопосредованных нежелательных явлений, но все-таки они встречаются намного реже, чем чьи нежелательные явления, которые мы получаем от той химиотерапии, которую стандартно отдаем нашим пациентам. Еще одно исследование для комбинации пембролизумаба с химиотерапией у пациентов больных раком легкого. И здесь мы также видим ровно такую же тенденцию, не ухудшающую течение нежелательных явлений. И очень хороший поданализ, который был проведен в обоих исследованиях, это исследование качества жизни. Те пациенты, которые в рамках своего лечения к химиотерапии получали дополнительно пембролизумаб, улучшили состояние своего качества жизни приблизительно на 1,3 пункта, в отличие от тех пациентов, которые получали только химиотерапию. Конечно, часть этих положительных ответов, безусловно, будет связана с тем, что те пациенты, которые получали пембролизумаб, эффективность терапии у них была однозначно выше. Но и корректный профиль нежелательных явлений здесь также нельзя исключать. Если говорить о гематологической токсичности, которая является основным клиническим проявлением химиотерапевтического воздействия, то я посмотрела достаточно интересный мета-анализ более 2,5 тысячи литературных источников, представленных в ПАБМЕДе. И этот мета-анализ однозначно показал, он был опубликован в 2019 году, что иммуно-онкологические препараты, которые сочетаются с химиотерапией, ни в коем случае не ухудшают тот профиль гематологической токсичности, который есть у химиотерапевтических препаратов. Другое дело, если мы имеем дело в комбинации с иммуно-онкологическими препаратами и таргетной терапией. Здесь ситуация несколько сложнее, потому что, несмотря на то, что очень разный механизм воздействия у данных групп препаратов, тем не менее, к сожалению, они, как правило, воздействуют на одни и те же органы. Одни за счет развития аутоиммунных процессов, другие за счет нарушения микроциркуляции, но, тем не менее, очень селективное, очень точное, очень сильное воздействие возникает. Если мы посмотрим, например, на сравнение нежелательных явлений сочетания антипедиодина ингибитора с оксетинибом и сравнение с сунетинибом у пациентов с метастатическим раком почки, то глобально мы тоже не увидим никаких различий, и не только в частоте встречаемости, но, в принципе, в основном и в профиле токсичности тех пациентов и тех препаратов, тех схем лечения, которые включают в себя ингибиторы контрольных точек. Безусловно, если мы комбинируем иммуно-онкологическую терапию с таргетной терапией, мы должны прекрасно понимать, что при таргетной терапии практически в 100% случаев мы увидим развитие токсических эффектов, которые будут, кроме того, в большинстве случаев иметь достаточно высокую степень этой токсичности. Но, добавляя иммуно-онкологический препарат, если мы внимательно посмотрим на слайд, мы увидим, что даже нежелательные явления третьей-пятой степени не ухудшаются от того, что мы вводим, достоверно не ухудшаются от того, что мы вводим в схему лечения ингибитор-контрольных точек иммунного ответа. Что интересно, во всех исследованиях есть, даже в тех группах пациентов, которые получают токотаргетную терапию, те нежелательные явления, которые трактуются исследователями как иммуно-посредованные нежелательные явления. Они есть в группе, например, получающих токотаргетную терапию. Возможно, есть перекрестный механизм воздействия, который проявляется в развитии иммунного ответа, в том числе и под влиянием таргетной терапии. Еще одно исследование, которое представляет из себя сочетание уже анти-ПДЛ1 препаратов в сочетании с другим таргетным препаратом, ингибитором ВИДЖИ-ФР, в сравнении с сарафенибом, также показывает нам, что глобально и другое по воздействию моноклональное антитело ингибитор контрольных точек иммунного ответа не ухудшает, а в некоторых ситуациях и значительно меньше влияет на качество жизни пациента. От цикла к циклу посмотрите клинические значимые ухудшения. В группе АТЗ и БИОВЦИЗУМАБы намного меньше, чем в группе только сарафенибы. И то количество исследований, которое мы на сегодняшний момент имеем в этом отношении, оно говорит нам о том, что это будет, безусловно, и дальше развиваться, несмотря на такой строгий и достаточно серьезный профиль токсичности. Следующий момент, который хотелось бы обсудить, это комбинация ингибиторов контрольных точек иммунного ответа с различным типом воздействия. Безусловно, даже комбинируя препараты, может быть, однонаправленного действия, но действующие на разные рецепторы, мы, безусловно, изменяем тот профиль токсичности, который есть. И, например, одно из первых исследований, это сочетание НИВ и ИПИ, в данном случае у пациентов, больных раком легкого, все-таки показывает нам, что профиль токсичности двух иммуно-онкологических препаратов, даже в сравнении с одним таргетным препаратом, в общем-то, остается таким же, а степень нежелательных явлений третьей и пятой степени даже чуть меньше, чем при использовании одного таргетного препарата. При непрямом сравнении, например, сочетание двух чекпоинт-ингибиторов с антипидиодин препаратом в сочетании с таргетным препаратом, мы видим, что только по одному показателю, именно по нежелательному явлению, связанному с терапией, которое привело к прекращению всей терапии, комбинация НИВ и ИПИ проигрывала комбинации Пембра и Окситинибу или проигрывала сунетинибу в монотерапии. Поэтому однозначно данные сочетания могут иметь место для терапии, и те исследования, которые сейчас продолжаются, они также показывают, что это можно делать. Если мы используем даже антипидиодин препараты, мы видим, что их профиль токсичности не превышает, что их профиль токсичности, в общем-то, значительно ниже, чем профиль токсичности, например, просто стандартной химиотерапии. Безусловно, мы сейчас изучаем и новые молекулы, относящиеся к ингибиторам контрольных точек, и одной из новых молекул является антипиджит антитела, также являющаяся ингибитором контрольных точек, которая была сравнена в комбинации с отезолизумабом, просто с группой пациентов, которые получали отезолизумаб. Посмотрите, пожалуйста, иммуноопосредованное нежелательное явление от добавления такого нового моноклонального ингибитора контрольных точек иммунного ответа. Все-таки, хоть и было больше в группе комбинированной терапии, но, тем не менее, статистической значимости не показало. Безусловно, мы имеем несколько другие реакции на комбинированной терапии, в отличие от монотерапии, но в некоторых случаях монотерапия, например, по показателю диспной, превышала группу комбинированной терапии в этой ситуации. Иммуноопосредованные реакции, безусловно, были выражены в группе там, где было два препарата. И, наконец, тройная комбинация. Это комбинация двух ингибиторов контрольных точек иммунного ответа. Я расскажу о химиотерапии, про таргетную терапию. Я надеюсь, что нам расскажет Наталья Владимировна своим прекрасным клиническим примером. Меня больше заинтересовала в данном вопросе химиотерапия. Тоже и одно из исследований, представленных на АСКО 2020 года, достоверно нам показало, что даже четверная, я бы сказала, комбинация, НИВ и ИПИ плюс двухкомпонентная химиотерапия, в принципе, не ухудшает профиль токсичности проводимых схем лечения. И, несмотря на достаточно высокий процент регистрации нежелательных явлений, 88 и 92, мы имеем дело с контролируемым профилем токсичности даже в отношении серьезных нежелательных явлений. А профиль токсичности, например, который связан только с химиотерапией, в данном исследовании был больше выражен в той группе, которая не получала комбинацию с иммуно-онкологическим препаратом. Еще одно исследование АнтиПДЛ1 препарата с анти-CTЛА4, также с двухкомпонентной схемой химиотерапии, хоть и небольшое, но, тем не менее, однозначно нам показывает, что, несмотря на высокий процент развития нежелательных явлений, которые связаны с химиотерапией, добавление иммуно-онкологических препаратов, эту терапию, в общем-то, эти нежелательные явления не ухудшают. Так каковы же особенности осложнения комбинированной терапии? К сожалению, мы имеем разный механизм повреждения одних и тех же органов, и это надо, безусловно, учитывать. Осложнения химиотерапии, таргетной терапии и лучевой терапии возникают практически всегда, практически в 100% случаев. Осложнения, вызванные ингибиторами контрольных точек иммунного ответа, могут и не развиться у тех пациентов, которые получают эту терапию. И это, к счастью, достаточно хороший факт, который, возможно, нам поможет еще более эффективно сочетать данные лекарственные средства. Иммунотерапия, безусловно, не ухудшает профиль токсичности химиотерапии, таргетной терапии и лучевой терапии. И у нас, безусловно, возникнут сложности дифференциальной диагностики, потому что чем больше препаратов мы комбинируем, тем больше вопросов у нас будет возникать, от какого именно препарата у нас возникло нежелательное явление. Если мы, например, комбинируем ингибитор контрольных точек иммунного ответа с таргетной терапией, то у нас возникает вопрос, что мы будем отменять в первую очередь, будем ли мы отменять сразу два препарата. Но здесь также есть хорошие предпосылки, что, например, отмена таргетного препарата может купировать нежелательное явление, или отмена химиотерапии купирует нежелательное явление, а отмена иммуно-онкологического препарата может и не купировать то нежелательное явление, которое было связано с его развитием. Поэтому эти вопросы, безусловно, требуют дальнейших изучений, дальнейших подходов не только к диагностике, но и, возможно, к лечению. Но вот основная сложность, по моим представлениям, это та дифференциальная диагностика, которую мы должны делать для того, чтобы не потерять эффективность проводимого лечения и не усугубить те нежелательные явления, которые мы можем, собственно, получить неправильным подходом к диагностике и лечению. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.